В этой удивительной истории все началось с того, что патрульный Томас решил помочь семейству медведей перейти дорогу. Хищники не могли сделать это самостоятельно из-за стремительно несущихся автомобилей. Томас уже собрался перекрывать дорогу, как вдруг неподалеку в кустах он увидел то, чего никак не ожидал там увидеть. Все произошло в небольшом городке штата Нью-Гэмпшир. В полицейское управление позвонил обеспокоенный мужчина, сообщив, что через шоссе пытается пройти медведица со своими детенышами. Но из-за множества автомобилей все ее попытки оказываются напрасными. Кроме того, было сказано, что животное что-то очень сильно беспокоит. Диспетчер передал информацию патрульному Томасу, который как раз находился неподалеку от места происшествия. Томас быстро добрался до нужного района и, выйдя из автомобиля, увидел ту самую медведицу и ее детенышей. И в самом деле, животные никак не могли перейти дорогу. А медведицу и вправду что-то сильно тревожило. Сначала Томас заметил только трех детенышей. Тех, которые находились рядом с матерью. Но позднее патрульный увидел еще одного. Малыш сидел в кустах, отдельно от всех, и выглядел усталым и обреченным. А еще он был меньше остальных медвежат и казался очень уж слабым. Чтобы помочь хищникам, Томас перекрыл трассу патрульной машиной. Мужчина боялся, что кто-то из водителей случайно наедет на животных. И вскоре на дороге выстроилась длинная цепочка автомобилей. Водители и пассажиры с интересом наблюдали за происходящим. Не каждый день можно увидеть, как полицейский помогает семейству медведей перейти дорогу. Томас понимал, что подходить к хищникам близко очень опасно. А потому тоже наблюдал за ними, стоя в стороне. Медведица и трое ее детенышей начали вместе переходить дорогу. А четвертый малыш так и остался сидеть в куста. Казалось, он не мог сделать и шага. Он просто сидел и с грустью наблюдал за тем, как его семья уходит все дальше. Люди в машинах очень переживали за зверей и, не отрываясь, следили за происходящим. Сначала медведица металась между слабым медвежонком и тремя другими детенышами, не зная, что ей делать. В конце концов, она ткнулась носом в отдельно сидящего малыша, как бы призывая его идти за ней, после чего поспешила к другим детям. Однако маленький хищник так и не последовал за матерью. Он продолжал сидеть и беспомощно смотреть на то, как удаляется от него его семья. И вот, четыре медведя уже пропали из виду. Томас не мог оставаться от всего этого в стороне. Он очень переживал за оставшегося в одиночестве зверька. Даже зная, что медведица может вернуться в любой момент, он все равно поспешил к растерянному и напуганному медвежонку, взял его на руки и отнес в свою машину. А тот совсем не сопротивлялся. Томас посадил животное на пассажирское сиденье и отправился с ним в главный город штата. Мужчина понимал, что медлить нельзя, что этому малышу нужна помощь, поскольку он очень слаб. Когда наш герой добрался до города, он сразу же передал медвежонка специалистам по охране дикой природы. Ветеринары, осмотрев животное, сообщили патрульному, что в целом все в порядке. Они смогут позаботиться о малыша, и ему ничего не угрожает. И только тогда Томас полностью успокоился. Мужчина вернулся домой в хорошем настроении. Мысль о том, что он помог детенышу медведице, успев передать его специалистам, приносила радость. Однако на этом ничего еще не закончилось. На следующий день лесники наткнулись в чаще на еще одного такого же слабого и беспомощного медвежонка. Оказалось, что та самая медведица родила пятерых медвежат. Двое из них были слабее остальных. Одному помог наш герой, а второй остался в лесу. И когда лесники нашли его, он уже совсем обессилел. В общем, если бы люди не увидели его, он бы точно не выжил. Обычно у медведей рождается не больше трех малышей. И эти два слабых медвежонка оказались такими именно потому, что выносить и прокормить пятерых детенышей медведице было очень трудно. На место происшествия снова прибыл Томас, по чистой случайности. Он быстро отыскал поляну, на которую указали лесники. И здесь действительно находился уже почти полностью обессиленный медвежонок. Малыша отвезли в тот же реабилитационный центр, где находился его брат. Первый медвежонок уже вполне окреп и чувствовал себя намного лучше. Малыши росли и набирали сил под постоянным присмотром заботливых специалистов. Вскоре их отпустили обратно в дикую природу. Животным предстояло начать самостоятельную жизнь. Теперь они были вполне готовы к ней. Никаких проблем со здоровьем у хищников больше не наблюдалось. Вот так замечательно закончилась эта история. И все это благодаря неравнодушию и смелости нашего героя, который не смог остаться в стороне от всего случившегося и быстро сориентировался в непростой ситуации. Хочется сказать ему за это огромное спасибо. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok